В прошлой неделе все детей привезли в Москву, в медицинские учреждения. Их было 27. Из них 4 ребенка были из Ченской республики. Это Базаевы и Абкаровые. Вы, наверное, все слышали разные слухи. Ходили, якобы дети отдают там в приют или там в другие учреждения. Это не соответствует действительности, потому что все дети до того, как их привезут в Российскую Федерацию, мы определяем их эпикумы. И где им жить, с кем они будут жить. И все документации мы восстанавливаем. После этого мы только вывозим детей из зон боевых действий. Буквально позавчера двоих мы отправили сюда, Базаевых. И Абкаровые, так как у них мама находится в больнице, тяжелобольная, поэтому я поехал за ними, чтобы их вернули домой. Бабушка Абкарова, мама у них очень тяжелобольная. Она обращалась на имя главы республики. После этого нам была дана команда, что, соответственно, мы работали над этими людьми. Шесть лет мы искали. Было определенное время, мы не могли их найти. И они долгое время оказались именно под бомбежками. И чудом их как бы усилили. Там дом, в котором они жили, разрушен был в Сирии. И они попали в приют. После этого нами был сделан запрос в этот приют, который находится в Сирии. И подтвердился факт о том, что они находятся там. Туда уехали родители их, в основном отцы, для того, чтобы там воевать. Поэтому матеря, многие там находятся, в тюрьмах, в приютах, в разных местах. Дети тоже, соответственно, там находятся. Отцы все погибли. Ну, мы все знаем, в конечном итоге пострадали дети. Дети были в разных лагерях. Но в основном они привезли из Рога-Аль-Хол и Рожава. Оттуда они привезли. В связи с пандемией очень затруднилась процесс их вывоза. И многие материалы, которые сюда приходили, бабушки. К сожалению, у многих сегодня мы не знаем, где находятся их дети. Но, тем не менее, поиски будут пробраться. Спасибо большое Рамзану Хадеру, потому что вам помогли уйти домой. Я рада, что я нахожусь дома. Мы все не скучали, но не думали, что мы приедем сюда. Спасибо. Спасибо.